Дорогие сестры, рада вас приветствовать сегодня здесь на открытом уроке по теме Расмуль-Кур'ан. И сегодня это первая часть, первая часть из трех, всего их будет три. Я буду рада вас видеть на всех трех последующих, потому что каждое последующее будет интереснее, иншаллах. И сегодня мы с вами поговорим о том, что такое Расмуль-Кур'ана, что это Расмуль-Кур'ана в языковом значении, в терминологическом значении. Что является основой Расма и что такое ДОПТ. Потому что они всегда приходят вместе, Расм и ДОПТ. Мы узнаем также, что такое ДОПТ и научимся их различать, иншаллах. Также мы поговорим о Расме как науке и о важности этой науки. Потому что эта наука немножко такая забытая, то есть она не так выделена сейчас нашей уме. И хотелось бы ее осветить, чтобы другие сестры узнали о том, что такая наука тоже есть, и что она очень интересная и очень полезная. Поэтому мы поговорим о том, почему нужно изучать эту науку и какую пользу можно получить. И также мы с вами сегодня попрактикуемся, то есть посмотрим именно на написание в Коране некоторых слов и посмотрим с вами, как же различить на практике Расм и ДОПТ. Что это такое, мы с этого как раз и начнем. И в конце эфира, после эфира, вернее, после того, как будет выложена запись урока, иншаллах, на канале будет викторина, в которой каждый из вас может поучаствовать и ответить на вопросы, попробовать новые приобретенные навыки и узнать, закрепить, вернее, те знания, которые вы сегодня получите на данном вебинаре. И первое, с чего мы начнем, это определим, что такое Расм, Кур'аны вообще. Расм, если кто-то изучает арабский язык, Расм, Расм это маздер, от глагола, от какого глагола, кто знает глагол, который, может быть, кто-то знает, если знает, то можете написать в чате, пока я буду дальше рассказывать, да, от какого глагола произошло это слово, потому что в арабском языке все слова у нас от глаголов происходят, да, почти все слова, если знаете перевод, то тоже можете написать иншаллах, вот, ва шаллах, сестры пишут рисовать, да, Расм, глагол Расм, ясуму, чертить, рисовать, да. И языковое, так, следующий слайд, языковое значение, что же такое Расм в языковом значении, то есть как оно переводится Расм, Расм может переводиться в понятие, как китаба, то есть письмо какое-то, написание, хаттон, то есть почерк, это может быть линия и тому подобное. Терминологическое значение, терминологическое значение, это способ написания слов с точки зрения количества букв и их содержания, то есть это такое, такое вот, такое написание букв, именно букв. Дальше мы сейчас посмотрим, что дальше, то есть в основе, сейчас, основа Расма, что такое основа Расма? В основе Расм это то написание, то есть теперь мы уже говорим, то есть мы с вами уже поняли, что это какое-то написание, да, какое-то начертание чего-то, и что это способ написания с точки зрения количества букв именно, да, это такая как картинка, и мы попрактикуем, вы это увидите на практике, и в основе вообще Расм это то написание, которое было первоначально, потому что мы сейчас с вами говорим о Расме Кур'ана, да, которое было первоначально во времена пророка, саллаху алейсалям, без точек, без огласовок, без дополнительных знаков, и это также написание в мускапах, которые были скопированы во времена Усмана, ради Аллаху алейсалям. И хочу показать вам пример, то есть чтобы вы теперь, а нет, еще не пример, так, добд, да, то есть я сказала, что есть Расм и есть добд, вот как раз таки, то есть Расм это все вот эти буквы, начертания букв без точек, без огласовок, а добд это как раз таки вот эти точки, огласовки и знаки, то есть добд в языковом значении это, ну, переводится как точность, идеальность, да, в таджвейде добд говорит нам, что это вспомогательные знаки, которые идут с буквой для указания, например, на огласовку, на суку, на мат, на танвин, на удвоение, то есть это все уже не Расм, это добд, это то, что уже было добавлено позже, чего не было во времена пророка саллаху алейсалям, не было в первых скопированных мусховах во времена Усмана, ради Аллаху алейсалям, да, это также знаки деления на джузы, например, вы видели, да, разные цветочки там, на полях то, что написано, и, например, там сакт, обозначение, может быть, какие-то маленькие буквы, да, то есть все это входит уже в добд, этого раньше не было в мусховах в те времена, во времена пророк саллаху алейсалям и в первых мусховах. И хотелось бы теперь из этого всего, да, то есть мы посмотрели, вернее, узнали, что такое Расм и что такое Дамд, что Расм – это основа, как такой скелет, и Дамд – это его такие вот, это его одежка, да, то есть это всякие точки, огласовки и знаки. И хотелось бы показать вам один пример, чтобы приблизительно мы уже с вами начали понимать. Так, вот, например, у нас, например, у нас в четвертом аяте суры, суры Фатиха, да, суры Аль-Фатиха, да, у нас есть слово Малики, да, аят Малики Яумиддин и слово Малики. Если взять с точки зрения Расма, с точки зрения Расма, то здесь у нас получается вот начертание букв. Это Расм, вот, у нас здесь в Расме три, Расмам написано три буквы, вот Мим, Лям в серединке и Кяф, да, у нас три буквы. Но когда мы читаем, мы же читаем Малики и слышим уже еще одну букву, да, и получается у нас в произношении четыре буквы. И почему это происходит, ну, вернее, как это обозначено в Коране, это обозначено с помощью ДОБД, чтобы мы уже понимали, как прочитать. То есть у нас есть с вами уже дополнительные знаки, здесь, в этом случае, в данном примере, это огласовки и маленький Алиф, и вот я их здесь вам выделила, да, то есть это, это ДОБД, это ДОБД. Если бы была точка у буквы Б, например, да, или еще что-то, то это все относится к ДОБДу. То есть теперь сравним, да, вот это первый вариант, это Расм, а это все, что добавочное к нему, это ДОБД. И они, они идут, то есть Расм непосредственно связан у нас с ДОБДом, да, они идут вместе, потому что сначала был Расм, и потом ученые, аль-хамду лилля, для облегчения добавили уже знаки БОБД. Так, теперь жала. Так, какие-то здесь буквы, это должно быть, это два. Так, Расм как наука, да, хотелось бы тоже немножко озвучить, что же такое Расм как наука. Почему? Потому что это очень важно знать, и многие этого не знают. Я сама тоже не знала, пока не пришла в университет, в наш МОК, и не поступила на курс учителей, и не прошла вот этот курс Расма и ДОБД. Для меня это было открытие, что, оказывается, такое есть, и это огромное облегчение, когда мы изучаем эту науку. И сначала, то есть Расм как наука, это наука, с помощью которой мы знаем вот эти вот различия между османскими мускопами с точки зрения основ стандартного написания. То есть мы уже знаем, как раньше писалось, как должно писаться, и как, например, что это не соответствует. То есть эта наука изучает как раз-таки это, чтобы мы с вами все это сохранили. И цель изучения этой науки – это понимание того, что из всего объема мускопов, вот в мире какие есть мускопы, да, что именно из этих мускопов будет соответствовать первоначальному написанию. Потому что враги ислама, они не спят. Это может кто-то что-то изменить, да, и сказать, вот вам Куран, да, какие-то заблудшие, допустим, да, секты. То есть и человек, не знающий, может попасться на такой крючок, вот, к сожалению, да. Поэтому здесь, изучая эту науку, мы можем как раз-таки увидеть, вот, что соответствует. Потому что наука Расм изучает соответствие первоначальным мускопам. И также можем получить, то есть изучая эту науку, получаем знания, да, о способах написания коранических слов мускопов. Как они будут при этом читаться, то есть как они пишутся и как они читаются при этом. И также можно научиться приобрести такое умение, как писать коранический текст. Это тоже важно, да, для сохранения, для сохранения мускопов. То есть если, если как бы нужно будет переписать по памяти, да, то есть зная эту науку, изучая, зная все правила, то человек может по памяти воспроизвести это все. Также это важно для сохранения, то есть сохранение этой науки, вернее, важно для ограждения вообще нашей религии от возможности посеять какие-то сомнения среди мусульман. Потому что многие так называемые востоковеды, языковеды очень часто утверждают о наличии ошибок в священном Коране, на узбилля, да. То есть они говорят, вот видите, здесь различия, здесь так читается, а так пишется, а вот в этом вот так пишется, то есть а читается вот так. И то есть они ищут повод найти ошибки в написании где-то, в каких-то значениях. И человек, не изучающий эту науку, например, да, не углубляющийся, он может, ну, у него в сердце, у мусульманина может закрасться какое-то сомнение. А сомнение в писаниях у нас это один из столпов, то есть писание, вера в писание, в их истинность, это один из столпов имана. Это очень важно, сестры. И также, изучая эту науку, мы не только сможем объяснить другим, да, мусульманам что-то, почему здесь так пишется, почему здесь так, но мы также можем ответить тем же самым вот этим врагам ислама, да. То есть те, кто хотят что-то найти, какие-то ошибки и показать нашу религию с, ну, с дурной стороны. Пусть Аллах убережет нашу религию, сохранит ее, сохранит священный Коран, ну, он и сохранит, потому что он сказал, что Коран будет хранить до судного дня, вплоть до судного дня. Аль-Хамду-Лилля. Как бы они ни старались, они ничего не смогут сделать, но при этом нам нужно изучать, потому что это наша ответственность, это наша ответственность, сестры. Потому что если мы не будем знать, кто будет знать, кто будет знать, да, то есть все начинается с каждой из нас. Аль-Хамду-Лилля. И у нас сейчас есть такая возможность, потому что это все сейчас становится очень доступным. И вот чтобы такие потом провокации, да, не сели, никакие сомнения провокации на то, что в правильности, в достоверности нашего священного писания. Также эта наука, она дает нам указания, это очень интересно, сестры, да, если кто-то уже знает что-то о кратах, да, эта наука, она дает нам указания на разные вариации чтения. То есть мы можем увидеть, как различаются, какие есть вариации чтения, как это обозначается, да, и также можно увидеть, соответствует то или иное чтение вообще правилам принятия правильного чтения, потому что эта наука также изучает правила принятия правильного чтения. Есть определенные правила, которые ученые вывели, да, и выходя за рамки этих правил, чтение считается неправильным. То есть есть такие, которые там не соответствуют, то есть они уже не, так сказать, неофициальные, да, краты, они не могут использоваться в чтении как поклонение, то есть это не считается Кораном, но используется учеными для изучения. Вот, поэтому тоже это важно знать. И также это подтверждение цепочки передачи Корана, да, от пророка, саллаху листалям, как письменно, так и устно. И не каждый, не каждый, согласитесь, не каждый может написать заученные суры именно так, как написано в Коране, потому что бывают такие моменты, заучил суру, а как написать, вот сомневаешься, здесь большой или маленький, здесь там что-то, какой-то значок поставить, здесь там, как написать эту букву, да, то есть это все как раз-таки возвращается к этой науке. И это важно, да, потому что аяты были записаны уже при жизни пророка, саллаху листалям, и это было не просто так, раз они были записаны, да, в этом особая мудрость. И поэтому также в конце я скажу о том, как записывать эти аяты, да, можно ли их писать по-другому и другие моменты, очень важно. Также можно из этой науки увидеть разнообразие арабского говора, да, диалекта арабского языка, какие-то вариации арабского языка, на которых был не способ Коран, да, то есть где-то пишется а-лиф, а произносится им-аля, то есть вместо а-э, да, и где-то уже склонение к кясли, или же где-то пишется я, а произносится а-лиф, А где-то пишется «я», она как «я» и произносится. То есть тоже очень интересно увидеть вот эту мудрость Аллаха, которая заложена им в Коране, в написании Корана. То есть в этом тоже есть большая мудрость. И также значение слов разное в понимании дает многогранность вот этих значений. И, конечно же, это сохранение мусхапа от несоответствия расму мусхапа, которое было в оригинальных мусхапах в те времена. И копирование тоже мусхапа без ошибок будет происходить. И поэтому здесь это тоже влияет на единство нашей умы. На единство нашей умы, которые… То есть мы объединились, вот все это объединилось на одном написании. Это наша тоже одна грань нашего единства. То есть наше единство есть в разных позициях, и это одна из них. То есть у нас один мусхап на одном написании. И все остальные дополнительные знаки уже вбирают разночтение и так далее. Но написание одно. То есть и ничего лишнего туда уже не добавить. И то, что не подходит под рамки. То есть есть определенные правила, определенные ограничения. Поэтому изучение этой науки очень важно. И мне хотелось бы как раз-таки сегодня об этом сказать. И я об этом сказала. Аль-Хамбулли-Ля. Я давно об этом хотела сказать. И мне предоставилась сегодня такая возможность. В конце тоже я еще поговорю о том, что говорят ученые о написании. И нужно ли следовать Расму Усмане. То есть Усманскому Расму при написании аятов Кур'ана. Да, и вот все, что я говорила, это было здесь. Но я это не включила, конечно. Заговорила. Ну, аль-Хамбулли-Ля. Так, дальше. Третье. Хотелось бы... Сегодня у нас урок будет небольшой. Небольшой, коротенький. Поэтому, чтобы вы не устали. Ну, а чтобы взяли какую-то минимальную пользу. Поэтому я разделила их на... То есть весь этот... Как бы один большой вебинар разделила на три части. Чтобы понемножку-понемножку информации мы с вами взяли. И мы дошли до практики. Аль-Хамбулли-Ля. И что у нас в практике? В практике... То есть мы с вами смотрели уже слово Мэлики. Где у нас Руатон, где у нас ДО. Сейчас мы с вами попробуем... Я попрошу каждую из вас поучаствовать в чате. Поучаствовать в чате. То есть мы будем с вами... Я буду выводить на экран слово. И если кто-то знает его перевод, то, пожалуйста, напишите. То есть на русский перевод. Если вы знаете по грамматике арабского языка, к чему оно относится. Например, может, это глагол, может, это... Не знаю, приставка. Не, не приставка. Но может, там это какой-то харф. Может быть... Что вы знаете об этом? Я не буду огласовывать все. Чтобы вы тоже могли подумать немножко. То есть рассмотрим это слово с нескольких сторон. То есть первое – это со стороны арабского языка. Потом мы посмотрим на него со стороны количества букв в рации. У нас сегодня будет урок математики. Кто, у кого по математике была пятерка в школе? Поставьте плюсик в чате. У кого была пятерка в школе? Вот есть отличница. Машаллах. У кого не пятерка, у кого-то большой минус был. У кого-то проблемы с математикой. Ну, не думайте. Там много букв не будет. До 20, до 10 умеете считать? Эльхамдуллах. Если умеете до 20 тысяч считать, составим плюсик. Больше там ничего, в принципе, нам не нужно. Формулы. Потому что все, что мы учили, даже иногда на пятерку по математике, оно нам не очень пригождается потом. Ну, кому-то может быть там бухгалтерия, если или строительство каких-то космических ракет, высчитывание там инженером. Ну, а сейчас уже считают все компьютеры. Поэтому если умеете считать, значит, вы подходите. Значит, вы прошли фейс-контроль. Так, дальше. Значит, будем считать буквы в РАСМе. То есть это то, что без разных знаков. Помните, РАСМ – это картинка такая. Это наш скелет без разных знаков, огласовок, точек и тому подобное. Так. Потом мы с вами посчитаем, сколько же букв мы произносим. То есть в РАСМе написано сколько-то. Возможно, произношение у нас больше. Потому что бывают те буквы, которые относятся не к РАСМу, а к ДОБТУ. То есть это маленькие буквы. Как мы видели в слове. Малеке – олив, который мы тянем, и он считается, мы его произносим, мы же его тянем, поэтому он считается за букву. Он написан ДОБТАМ, то есть он не входит в РАСМ. Поэтому здесь будет различаться. Так. И посмотрим количество знаков ДОБТА. Посчитаем их отдельно, чтобы вы различали, что где РАСМ и где ДОБТ. Так. И вот, иншаллах, у нас первое слово. Первое слово – «зялика». Кто знает, как переводится? «Зялика»? И по грамматике, что это такое? Напишите, пожалуйста, в чат. Так, тот или этот? У кого-то тот, да. Вот даже на арабском. Машаллах. Да. Кто-то все в одном уместил сообщение. Да. Хорошо, да. Это у нас Исам Ищара, то есть имя указательное. Здесь урок арабского языка немножко вспоминаем, кто учил арабский. Кто учит арабский. Кто не учит, значит, повод начать учить, да, чтобы, потому что без знания арабского языка, ну, как понять Коран? Коран был неиспослан на ясном арабском языке. И его, все то, что есть у нас переводы смыслов Корана, это только переводы смыслов. Это, то есть, это, это лишь то, как понял тот или иной человек, собрав какие-то тавсиры на основе своих знаний, на основе знаний языка, да, то есть это, это не то, что в оригинале, да, нужно стремиться читать в оригинале. Так, поэтому это будет вам тоже поводом задуматься о арабском языке, об изучении этого языка прекрасного. Так, хорошо, да, Исам Ищара, то есть это указательное местоимение для мужского рода, да, для мужского рода, да, для дальнего расстояния, для разумных и неразумных, да. Здесь у нас, да, переводится как тот, тот, ну, или то, то, тот, да. Теперь посмотрим, что с этим словом станет, если убрать допт, да, уберем допт, вот представьте сейчас, убираем допт, и что происходит? Остается расом, остается то, что было в первоначальных мусковах, то есть то, что сейчас мы видим, это вот, вот это слово, да, а что было тогда, да, что было тогда? А было тогда вот, вот, даже точки не было здесь, да, вот это вообще-то на даль похоже было, вот, поэтому не было. Вот сколько теперь посчитаем? Количество букв в расме, сколько расмам у нас букв написано? Да, в расме, ага, да, по-арабски мы говорим расман, да, расман, в расме, да, ну, даже арабскими цифрами кто-то пишет, машала. Да, у нас три буквы, альхамдуллях. Так, а теперь, сколько у нас букв в произношении? Лябзан. Лябзан, сколько у нас букв? Тоже три? Да, Лябзан у нас уже не три. Все верно, потому что мы тянем буквы заль. Да. И, а теперь, ну, а теперь посчитаем, сколько у нас все молодцы, машала. Так. Так, я у Кяф вот эту штучку не убрала, да? Не тут подсказываю? Да. Я вот здесь не стерла. Потому что Кяф и Лям выглядели одинаково раньше, да? То здесь вот у меня опечатка. Так, теперь мы... А теперь посчитайте, сколько знаков Бобта. Сколько знаков Бобта. Ну, здесь будет подсказка. Ну, здесь вот эту штучку тоже захватите. Ну, здесь отмечено и плюс вот это, да? Я ее не захватываю. Шесть. То есть, видите, какая разница была? Три буквы в написании, потом добавили еще шесть знаков Бобта. Три буквы в написании, но в произношении их было четыре. Всегда было четыре. Хотя писали их тремя буквами. Произносили четыре, писали три. А потом в конце, для того, чтобы мы прочитали вот эти три буквы правильно, давайте сейчас закрасим что-то. у меня не мазуемого глаза. Вот так, точно. А вот здесь вот так вот нарисую, чтобы все было правильно. Ага. Так. Получается, читали, произносили четыре буквы, писали три буквы, и потом для того, чтобы мы с вами разобрались, какая из них кяв, какая из них лям, что это за ля, не даль, добавили уже постепенно, постепенно ученые добавили нам точки, огласовки, дополнительные знаки. Так. Теперь следующее. Следующий пример посмотрим. Все будет то же самое. Следующее слово посложнее. Ля-аль-ля-кум. Ля-аль-ля-кум. Кто знает, как переводится это? Из чего состоит, может быть, кто-то знает. Здесь уже посложнее. Там был первый том, здесь уже второй том единственного, да? Угу. Угу. Те, кто проходил второй том, должны знать. Да, здесь у нас, во-первых, здесь у нас два слова. Ля-аль-ля-и-кум. Ля-аль-ля-и-кум. Это для тех, кто не знает. Ага. А, вот кто-то, да, да, сестры пишут даже поподробнее уже. Угу. Да. Ну, Ля-аль-ля переводится или надеюсь, или возможно, да, там уже по контексту. Вы, да, кум, это вы. И у нас, это у нас из сестер Инна, да, отвечали, аль-хангулля, все верно. И кум, это у нас плитное местоимение. Литное местоимение, да, и в данном случае оно будет у нас. Итамля-алля, ма-шаллах. Это хорошо. Выучила эту тему. Так, теперь, да, да, отвечайте, сестры, если вы даже там дописываете, дописываете, не оставляйте, что, ай, уже ответили, не буду. Напишите, напишите, я все смотрю. Да, и здесь у нас сочетание такое, да, оно очень часто приходит, да, Аллах говорит, возможно, вы будете каким-то, да, размышляющим, какие-то качества верующих перечисляет. возможно, вы будете размышляющими, возможно, вы будете благодарными, да, это очень часто приходит в Коране, когда Аллах хочет обратить внимание на качества мусульман, которыми мусульман должен обладать, да, похвальные качества, которые Аллах любит. Так, дальше. Так, вот видео включается, все осторожно. Теперь идем дальше. Арабский разобрали. Количество букв в РАСМе. Вот, это все, что осталось после того, как мы все убрали. Весь ДОБД убрали, остался у нас костяк. Вот он, наш скелет, это наш рисунок, да, то есть чертеж РАСМ, да, чертеж, написание. Сколько букв? Машаллах. Машаллах. Да, математика всех, вот пятерки всем, пятерки ставим, пятерки. Машаллах. Хорошо, а теперь сколько произношений, да, лявзу, сколько вы произносите в этом слове букв? Очень внимательно. У кого-то шесть, у кого-то семь даже. У кого-то семь. Тут еще седьмую прибавил. Да, у нас произношение шесть букв. Почему? Потому что у нас есть удвоенная буква. Удвоенная буква мы все знаем по таджвиду самый минимальный таджвид, да, таджвид для начинающих, в нашем университете. Те, кто проходили в самом начале эта тема, да, в самом начале, в середине курса, есть эта тема удвоения, да, после того, как проходит алфавит, сразу проходит уже про удвоение. Здесь две буквы, одна с суконом, одна с огласовкой, но они пишутся как одна. То есть, смотрите, то есть арабы произносят это слово но в написании в те времена они не писали. да, вот здесь никакой шаду, и они произносили это правильно, потому что написание всегда было основано на чтении, то есть письменность основана на устной передаче, об этом мы поговорим чуть позже. Да, и знаков докта, да, посчитаем быстренько, сколько здесь знаков докта. да, вот Аида неправильно почитала, по математике не пятерка была, семерка была. Машалла, так, сейчас посмотрим, я сама тоже считаю, не знаю, да, шесть, верно, шесть знаков, то есть шадда это тоже значок, да, и вот в этой науке как раз таки Боут изучает как в истории, как вообще рождались вот эти вот откуда ученые это брали, то есть вот эта шадда это была буква син, да, вот она без хвоста просто, это буква син была, некоторых писали там как букву сод вообще, да, шадду, это очень интересно, как писались эти огласовки, какие точки, как это все выводилось поэтапно, это, ну, это просто такой, взрыв мозга на самом деле это так радует, когда ты это знаешь, когда ты знаешь историю своей религии, истории написания мусхофа, как это все происходило, мы сейчас открыли, прочитали, закрыли и все, даже не подумали, почему там и что там, да, и изучение этой науки также дает, то есть вы начинаете видеть эти слова совсем по-другому, то есть вы чувствуете всю вот эту вот, не знаю, вот эту прелесть, эту историю, то есть вы чувствуете принадлежность к этой религии, к этой истории, да, к тем временам, как будто вы тоже часть этого, ну, не знаю, это мои чувства, я не могу ими не поделиться. Хорошо, ну и последний, последний, вот такой вот, большой-большой пример. теперь посчитаем, да, сначала разберемся арабского языка, что как, кто знает, как переводится, хотя бы как переводится, просто как переводится, уа-уа-роб-бу-не, уа-роб-бу-кум, слово-роб-бу-н, господь, да, остальное, это у нас союзы и местоимения, да, нашала, сестры, да, и он, наш господь, да, у нас конструкция здесь, получается вот литное местоимение, первого лица множественного числа и роб-бу-кум, ваш кум, это ваш, вот здесь у нас кум у нас тоже было, да, вы, и вот здесь тоже ваш, то есть и ваш господь, машала, маракалаху кейкум, отлично, так, и теперь здесь посчитаем, да, посчитаем количество букв, урасли, здесь побольше уже будет, так, я сама посчитала, чтобы не ошибиться, так, кого-то что-то не хватило, вот здесь вот, не забудьте здесь вот посчитать, что здесь, сколько букв вот здесь вот в этих вот ключочках, да, то есть сравните здесь, шадда, нет, мы считаем только растом, шадду не считаем, мы считаем растом, то есть написание без, мы не произношение пока считаем, давайте посчитаем вместе, давайте посчитаем вместе, то есть смотрите, раз, вау, буква г, два, еще одна вау, три, ро, четыре, ба, пять, нун, шесть, олив, семь, вау, восемь, ро, девять, еще одна вау, десять, кэп, одиннадцать, мим, двенадцать, двенадцать, да, вот здесь вот интересный момент, непонятно, как бы без точек, вот и попробуй определить, но арабы могли прочитать это без проблем, скажем так, да, такое написание, так, хорошо, а теперь посчитаем в произношении, в произношении, то есть если в двенадцать в написании, а в произношении так же, в произношении так же, да, да, кто-то даже и причину написал, своего ответа, да, то есть здесь у нас есть две шады, то есть еще плюс две дополнительные буквы, получается 14, 14 букв в произношении, и давайте добут посчитаем тогда с вами, у кого сколько выйдет добута, знаков добута. Все молодцы, да, 16, то есть сюда вошла и шад, и все огласовки, и точки, да, здесь три точки, у нас две ба и одна у нуль, 16, отлично, машаалла, баракаллаху фейкум, сестры, альхамдулля, справились, не так уж и сложно, да, ну это как бы самое такое начало, чтобы вы вообще различали, что к чему относится, что это разом, а что это дом, это тоже такой хороший навык, да, потому что, чтобы потом понять, например, какую там написать букву, да, в том или ином слове, мы сейчас на следующем уроке, мы поговорим более подробно, да, об этом, о том, какие там буквы, я вообще собираюсь, ну вы увидите объявление, анонс, иншалла, посмотрите, что будет там, буду рассказывать, чуть-чуть потомлю вас, так, и что хотела сказать, заключение, мы как бы подошли вот к заключению, альхамдулля, то есть что важно, да, что важно то, что все написание сначала, то есть сначала было у нас устное, у нас Коран основывается на устной передаче, да, из уст в уста, и только потом, то есть сначала это была передача из уст в уста, и потом уже только появилось написание, и чтение, сначала было чтение, да, а потом уже добавились правила, и получилось то, что получилось, то, что сейчас у нас есть. То есть основа – это устная передача. Ратам Курана – таукаифи. Что значит таукаифи? То есть он базируется на услышанном из уст. У кого-то там включаются камеры, сестры, я даже не вижу. Кто-то там чем-то занимается. Это все будет у нас в видео. Так, таукаифи, то есть то, что базируется, то есть базируется на услышанном из уст пророка, и утвержденном Аллахом, и не способом свыше, и в этом нет ичтигада. То, что все это написано, в нем нет никаких родногласий у ученых. И долиль на то, что это все установлено свыше, это 53-й сура, сура Ан-Наджм, 3-й, 4-й аят, где Аллах говорит, то есть он, Мухаммад имеется в виду, не говорит по прихоти, или мы часто слышим по своим страстям, то есть это всего лишь внушаемое ему откровение. Здесь Аллах утверждает то, что Коран – это то, что было ему внушено. Он не говорил ничего от себя, и мы это прекрасно все с вами знаем, чтобы вы понимали, что Ратан Корана – он таукаифи. То есть так же, как таукаифи является, например, размер основных молитв, сколько ракатов читать. Это тоже от Аллаха пришло, то есть в этом нет сомнений. Или время, когда их совершать, эти намазы, тоже это все установлено свыше, аль-хамдул-Лля. И теперь скажу о том, что следование вот этому расму, расму Усмане, потому что Усмане его называют, потому что этим расмом было написано, этим начертанием, написанием были написаны мусховы, которые были скопированы во времена Усмана, то есть его именем назвали во времена Усмана роды Аллахуангу. И вот следование этому расму обязательно, так как все сахабы сошлись на этом. То есть никто не писал по-другому, все писали только так. И когда это все копировалось, то в этом не было сомнений. И это касается написания именно аятов из Курана, не хадисов, не каких-то дуа, а именно аятов из Курана, потому что это часть Курана. И если это какие-то там другие тексты, то они могут писаться на современной орфографии арабского языка по правилам современной орфографии. Именно в следующем эфире, иншаллах, он будет в пятницу в это время, мы поговорим именно об алиф. В каких случаях алиф в Коране опущен, почему он пишется в виде маленькой алиф. И в современной орфографии у нас основывается, то есть как произносится, так и пишется. То есть там маленьких букв нет, там есть все большие. То есть как услышал, так и написал. А здесь вот нужно подумать, как же он пишется в Коране. Он пишется маленьким или большим? А там вау, маленькая или большая? А я? А какая здесь там точка, огласовка? То есть там разные есть моменты. И, например, то есть если вот это не соблюдать, что будет? Почему это так важно, писать аяты именно так, как написано в Коране? Потому что вообще письменность, она постепенно утрачивается. Какие-то изменения происходят. И в конце концов, после ряда изменений, она просто куда-то исчезает, уже видоизменяется. Например, сейчас арабский язык современный, там же половина этого так не пишется уже. И, например, если взять в Турции, что там была сначала арабская вязь, потом стала латиница, и там уже через пару поколений уже люди не могут понимать то, что написано на арабской вязи. То есть если они, конечно, только этому отдельно не учатся. То есть это уже было утеряно, скажем так, часть истории. Это уходит истории. Поэтому очень важно это все сохранять. И если было бы разрешено, например, писать аяты на современном написании, то это вообще уничтожит многие ревояты. А ревояты – это часть Корана. То есть это разночтение. И если будут все писать по какому-то там шаблону, без различий и без того, что именно пришло, как нам пришло, то это сократит и уничтожит в конце концов ревояты. Поэтому нам нужно эту особенность в написании мусхофа нам нужно поддерживать. Нам нужно ее самим применять. Вот это правило, что нужно писать аяты, как написано в мусхофе, так и учить других, чтобы этим не пренебрегали. Потому что иногда «Ай, напишу большой алиф!» Ну какая разница, большой-большой, маленький-маленький. Нет, это очень важно, ничего не менять. И многие ученые, такие ученые, даже как Имам Малик, Имам Ахмад, тоже говорили об этом. У них есть изречение, то что если алиф написан как алиф, то есть большой буквы, то писать как алиф. Если без алиф, то есть он опущенный, то писать без него. Если это там автуха, значит там автуха. Если там арбута, там арбута. Потому что от современного языка это отличается. Какие-то слова уже упростили. Потому что современный язык каждый раз проходит какие-то этапы и упрощается. Потому что люди любят, что попроще. Поэтому многие ученые, есть изречение многих ученых, о важности вот этого сохранения, этого ратма. И он является одной из трех основ принятия правильного чтения. То есть он не просто так. Принятие правильного чтения тоже это одна из основ. Но есть, конечно, мнение ученых, что это не обязательно, но их меньшинство. И если, например, это какие-то будут единичные случаи, то это не особо как-то повлияет. А если это будет массово, представьте, массово начнут писать Коран. Это уже сейчас встречается. Я видела такие мускулы, которые написаны на современной орфографии. Ну, то есть если это будет все, то это просто, ну, это будет катастрофично для нашей ума. Поэтому нам нужно всем вместе, иншаллах, стараться и самим, и передавать другим, чтобы мы сохраняли вот эту вот важную такую основу. Это основа. Это основа, одна из основ принятия правильного чтения Корана. Поэтому мы должны это с вами, хотя бы каждый из нас, если будет это выполнять, то это уже, да, и наши дети, например, и какие-то наши знакомые. Если мы будем об этом говорить, то это будет большой вклад с нашей стороны. Каждая может сделать какой-то маленький вклад, и это уже может изменить многое. Альхамдулля. Это все, то, что я хотела сегодня, чем я хотела сегодня с вами поделиться. И после того, как будет выложена запись эфира, вы пока можете перекусить, попить чайку, пока вам орешки. После эфира, иншаллах, я опубликую несколько заданий, несколько вопросов, чтобы вы закрепили полученные знания на данном эфире. И, иншаллах, приглашаю вас в пятницу на продолжение, на продолжение этой темы, где мы поговорим об правилах. Какие же правила есть в РАСМИ, в котором, то есть вот написание в УСХАФе, уже ученые определили какие-то правила, да, то есть они уже ограничились какими-то правилами, ну, конечно, есть и исключения, конечно, тоже есть, не без этого, но какие-то основные правила, чтобы мы уже с вами приблизительно понимали, какой это объем, да, и одно из этих правил мы начнем разбирать. Мы разберем несколько случаев опущения олив, почему и в каких случаях он опускается, и вы будете это наглядно уже видеть при чтении Кур'ана каждый раз. Альхамдулля. Поэтому на этом я с вами прощаюсь. Всем что были сегодня здесь со мной, поддержали меня, потому что для меня это было очень волнительно, эта тема для меня очень-очень такая, не знаю, я очень эмоционально ее воспринимаю, потому что для меня это было такое открытие, и когда ты понимаешь и можешь ответить на вопросы, ну, на какие-то элементарные вопросы, почему там запишется здесь так, а в моем учебнике по-амединскому он пишется вот так, то это большая находка и это такое облегчение. Аллах дает свое облегчение, поэтому мы с вами рассмотрим самые такие распространенные, постараюсь приготовить вам такие примеры, которые вы встречаете каждый раз, и чтобы мы больше обращали внимание на то, что мы читаем в Священном Писании, чтобы мы больше останавливались, задумывались, допустим, об истории и захотели посмотреть значение этих слов, а почему здесь так, а может здесь какое-то правило, которое мы там в прошлый раз услышали, да, или прошли вот в этой науке, и также приглашаю вас пройти этот курс в университете МОК, есть этот курс как отдельно, да, вы можете его приобрести и пройти самостоятельно, также этот курс включен в курс подготовки преподавателей Кур'ана, да, это тоже часть этой программы, аль-хамду-ли-ля, вот, поэтому это очень интересно и это очень полезно, вот, для тех, кто, например, обучает, да, это очень важно, на самом деле, но это важно для каждой из нас, вот, поэтому у кого есть возможность, у кого есть желание, да, то вы можете всегда написать приемно и узнать более подробно все, все, все детали, и встретимся с вами в пятницу и вы можете всегда посмотреть запись, иншаллах. Баракаллаху фиквум, джизакун уллахайран, субаханакаллахума бихамдик, ашхаду ан-ля-иляха илля-ан, аст-тагфиру каватубу илляйк, аст-саляму алейкум на ва-рахматуллахи ва-баракяту.